...бизнеса, но и для людей. И наглядный пример, конечно, это тема нашей сегодняшней дискуссии, цифровое производство и кадры, как города конкурируют за людей. Позвольте я представлю наших спикеров. Андрей Елбаев, рубанит, архитектор, директор проекта ФКБ «Стрелка». Анатолий Валетов, директор фонда «Московский инновационный кластер». Евгений Филатов, генеральный директор СКБ «Контур». Кирилл Каим, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», председатель Грантового комитета. Еще надеемся, что к нам присоединится заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и Аркадий Дворкович, председатель фонда «Фонтового» и президент Международной шахматной федерации. Но уже начнем, наверное, пока без них. Каждый человек стремится улучшить качество своей жизни и ищет возможности для этого. Следствием этого стало, конечно, непрекращающим несколько десятков лет урбанизации. Люди стремятся в большие города, где ищут средства реализовать себя, получить хорошее образование, повысить уровень доходов. И, в общем, свыше 100 лет к этому все шло. Но прошлый год пандемия показала, что реализовать себя можно не только там. Началась рурализация, суборбанизация. Технологии позволяют нам сегодня работать, сохранять уровень жизни, интернета. Находясь далеко от мегаполисов, в комфортной среде, экологии, речки, поля. Но, как правило, в стране зачастую оказывается, что этого недостаточно. То есть мало быть в лесу, но с вышкой 5G. Что людям нужно для комфортной жизни? Какой должна быть городская среда? Не только в мегаполисах, но и в малых городах. Возможно ли она в селах? Вот попросим ответить на этот вопрос Андрея Елбаева, как урбаниста. Спасибо большое. Раз, раз. Спасибо большое за вопрос. Кстати, я, наверное, сразу прокомментирую вот эту историю про рурализацию и качество жизни. К сожалению, оно с вышкой 5G все равно не может быть таким же высоким, как в городе. Там не будет возможности отвезти детей в хороший сад, не будет возможности получить качественную медицину и так далее. То есть это не то же самое, и города, как они превзошли сто лет назад хольеру, чуму и так далее, они превзойдут ковид, и они показывают, что это все равно самые устойчивые места для жизни и самые комфортные. Давайте я начну как раз с того, что буквально я из Москвы, неделю назад у нас проходил московский урбанистический форум, и вот как раз отвечая на вопрос, почему важно повышать качество среды, я просто сделал скриншот, смотрел онлайн выступление мэра города, и вот он показал такую вот картинку, объясняя, собственно, почему Москва последние 10 лет очень-очень активно взялась за улучшение качества среды, потому что в ситуации постиндустриальной экономики, собственно, комфортная среда, она притягивает людей, как вы правильно сказали, и именно люди вкладывают знания и инвестиции, это создает рабочие места, рабочие места повлекают больше идей, и это вот такой круг, сейчас люди, это как бы центр внимания и борьбы городов за ресурсы. На том же форуме, вот чтобы какие-то цифры интересные привести, Boston Consulting Group, BCG, представили такое небольшое исследование, в котором Москва вообще третий месяц заняла, но суть не в этом. Суть в том, интересно посмотреть, что же они разбирали, как, собственно, составляющие привлекательного города, и вот мы видим, что качество жизни, но наряду с ним экономические возможности, то есть экономика города, отношения в обществе между горожанами, насколько они друг другу доверяют, отношения с властью, насколько они доверяют институтам. Также есть вот такой параметр скорости изменений, который позволяет всяким китайским и, например, Москве городам добирать высокий пал. Но я как урбанист, конечно, бы обратил внимание на качество жизни, то есть что туда входит посмотреть, интересно было бы. Так, давайте помогайте мне центрировать кадры. Да, то есть вот из чего состоит параметр качества жизни? Потребление товаров и услуг, жилье, мобильность, здравоохранение, образование, общественное пространство, развлечение, рекреация, экология, чистота, гигиена, климатический комфорт, устойчивость к чрезвычайным ситуациям очень актуальна на фоне пандемии. Что интересно, в этом исследовании они, в принципе, провели интервью, по-моему, более чем 25 тысяч человек в 80 городах мира, причем это было сделано вот уже в поскровидное время, весной 2020 года, и взвесили эти составляющие качества жизни. Вот мы видим, что общественное пространство на первом месте, устойчивость к чрезвычайным ситуациям, это то, что нам ковид принес. То есть мы теперь, когда выбираем город для жизни, там очень важно, чтобы у города была какая-то внятная стратегия, как быть в случае пандемии или других катаклизмах. Жилье очень важно, экология, развлечение, образование. Почему-то удивительным образом, дорогохранение очень низкие баллы набрало. Это первое, что интересно предъявить. То есть вот что в качестве жизни сейчас вот более востребовано. Другой интересный график, который там можно найти в этом исследовании, это, я не стал его переводить, это вот каким образом, для каких пользователей, для каких групп гаража, например, важно качество жизни. Вот здесь сложная схемка, но смысл ее в том, что вот чем выше по вертикали находятся эти кластеры и сточек, тем больше они ценят комфорт корыской среды. И мы видим, что выше всего находятся студенты, образованные, карьеро-ориентированные работники, домохозяйки и владельцы бизнесов без активов, то есть МСП. И это как раз те группы, которые мы подразумеваем, когда говорим про хороший человеческий капитал. То есть вот они и, с одной стороны, наиболее мобильны, и у них больше выбора, они могут выбирать. С другой стороны, они как раз хотят в большей степени качество среды. Поэтому города вот очень активно отвечают на этот запрос и пытаются создать, инвестировать в общественное пространство, чтобы люди выбирали и хотели жить в их городах. Вот мои коллеги Кабыстрелка три года назад проводили такое исследование, то есть оно про города, где комфортнее всего устроится первая работа. То есть сравнивая с одной стороны качество жизни по горизонтали, то есть справа выше качество, слева ниже, а по вертикали доступность услуг. То есть такая разница между уровнем средней заработной платы у выпускника и стоимостью жизни в этом городе. Вот. И мы видим, что как бы не только среда важна, но и экономическая составляющая. И важно быть в каком-то балансе. Есть города-лидеры. Кстати, Екатеринбург, он там на границе, но он попадает в города-лидеры, зелененький сектор. Есть города-каландайки, где качество жизни отстает, но соотношение средней зарплаты и стоимость жизни в пользу зарплаты. Есть такие условные города-пансионаты, где наоборот жизнь дорогая, но при этом качество жизни неплохое. Есть там полные аутсайдеры. Это я к тому, что важно не только качество жизни и качество общественных пространств, но и экономическая составляющая тоже крайне важна. Вот. И, наверное, последний мой такой слайд к тому, что как бы к той деятельности, которой я занимаюсь, что сейчас важно при работе с городом, при определении его социально-экономического развития, в том числе неразрывно с этим и продумывать пространственное развитие. Поэтому мы сейчас все больше делаем документ, который называется так стратегический мастер-план. город, и, соответственно, в нем социально-экономические вопросы решаются неразрывно с пространством. То есть если мы хотим разместить какой-то новый мощный инфраструктурный объект, мы должны очень хорошо сделать несколько сценариев и вариантов, где его разместить, оценить какие-то эффекты, экономические эффекты, социальные эффекты, эффекты, которые пространство стоит для города. Их довольно сложно оценить, но это важно делать. И сейчас, поскольку мы боремся с людей и хотим, чтобы наши города были привлекательными, это вот такая неотъемлемая часть такой повседневности планирования социально-экономического пространства на развитие города. Вот. На этом я свое сообщение закончу. Если есть вопросы, да. Да, вот пару точняющих вопросов. Участвуют ли сами жители, горожане в этом предпроектно-экономическом воспитании, в составляющем мастер-планов? И не только у вас. Как вы вообще в России оцениваете туры? Потому что Минстро, я знаю, у него есть инициатива по привлечению людей, есть платформы, но люди, как правило, не очень активные. Это очень важно, действительно. Особенно для молодых поколений. То есть вот известно, что там зуберы, они вот и по войске работы хотят работать там, где они чувствуют, что они что-то меняют. И, собственно, к городу у них такие же предъявления. Мы тоже хотим участвовать. У нас есть право на город. Мы хотим каким-то образом влиять на то, что с ним происходит. И, конечно, вовлекать людей надо. Эта установка всеми признана, все это выносит. Тем не менее, на практике довольно сложно делать. И если мы говорим про стратегию развития города, это надо понимать, значит, мы, скорее всего, при серьезном вовлечении, это надо разбивать на отдельные районы, в каждом районе проводить, потом проводить более крупные, это растягивает срок исполнения работы. Причем может растянуть за выборный срок мэра города, например. И это нормально. То есть в милой практике их там по 5-6 лет разрабатывают, но действительно проводят глубокие интервью. Проще намного это делать в проектах таких более точечных, в проектах благоустройства. И мы видим там удачное под Татарстане, мы видим, что там в Нижнем Новгороде, в других областях тоже есть прям хорошие примеры. И вот в этом смысле это более простые и более возможные варианты, с чего можно начать и постепенно этот опыт уже перекладывать на более сложные инфраструктурные и такие пространственные проекты. Вы упомянули, что все равно, конечно, многое зависит от экономики. Это понятно, что люди не пойдут туда, где нет денег. Но что все-таки определяет качество жизни сегодня? Это экономического роста или окружающая городская среда? Потому что по вашему предыдущему слайду, все-таки на первом месте общественное пространство, а не рабочие места. Я, наверное, вернусь вот этому слайду, где про города-лидеры и колондайки. То есть, чтобы быть в кластере городов-лидеров, у вас должен быть баланс между экономическим развитием, возможностями и качеством среды. Если у вас что-то оттопо седает, вы как бы выпадаете, либо становитесь таким городом-пансионатом, либо колондайком. То есть, люди приезжают, зарабатывают, потом уезжают из нашего города. Это очень распространено в седерных городах. Вот, поэтому мой ответ, конечно, баланс. Это баланс. Общественные пространства были на первом месте в качестве жизни. Как его достичь? Откройте нам рецепт. Но здесь простого ответа нет. И каждый город должен какой-то свой путь искать. И это довольно сложно. И вот в рамках тех же работ по мастер-плану мы этим занимаемся. Мы пытаемся определить, проанализировав глубоко город, проанализировав усиленные стороны, какие там ключевые акторы, крупные компании, частные, какие из государственной программы, мы пытаемся определить несколько проектов, которые дают максимальные эффекты, которые можно реализовать в какое-то обозримое будущее. И вот на них сфокусироваться. И вот в идеале, желаю в конце получить максимальный экономический и социальный эффект. Спасибо большое, Андрей. Ну, если уж мы говорим про города-лидеры, это, конечно, безусловно, Москва. Вот, Андрей Игоревич, у меня в связи с этим к вам вопрос. Можете ли рассказать, какое место кластер отводит в работе с талантами, предпринимателями, инноваторами, как вам удается привлекать их в Москву? Понятно, что там отличная городская среда, но чему вы можете научить других? Поделитесь своим опытом. Да, Анатолий, Андрей. Вы знаете, можно привести пример международный тоже. У некоторых городов есть прямо стратегия городская, такие как Лондон, да, все, что касается развития талантов. Или у Сингапура есть прямо отдельное министерство. Поэтому мы видим, что, конечно, таланты – это, ну, один из главных грайверов роста города, экономики в целом, среды и городской. Что делаем мы? Ну, буквально несколько слов, что такое кластер. Поскольку мы такой первый в мире запустили проект именно цифрового кластера, когда мы попытались объединить самых разных игроков, самых маленьких компаний до самых больших, в рамках цифровой платформы. Это i.moscow. По сути, платформа – это такой набор разных сервисов для инновационных компаний. Но совсем недавно мы переформатировали формат нашей работы и дали возможность регистрироваться на платформе физическим лицам. И сегодня их уже там более 20 тысяч. То есть это инноваторы, люди, которые хотят построить свой собственный бизнес, внедрять инновации, регистрировать свои какие-то разработки. Это тоже возможно на платформе, так как у нас есть интеграция с Роспатентом, можно регистрировать, опять же, повторюсь, свои разработки. Есть большое количество образовательных программ, которые мы запустили, потому что мы понимаем, опять же, есть, конечно, таланты, но настолько сильны изменения в последнее время, что нужно содействовать в повышении компетенции, особенно если мы говорим о цифровых компетенциях. Мы запустили несколько программ, это и венчурная академия, где мы помогаем, по сути, традиционным инвесторам обратить внимание на технологический рынок. Это совместная программа со Стэнфордом, которую мы запустили. И буквально недавно мы... Первый выпуск у нас был, три месяца длилась программа. Следующая программа – это Академия фаундеров, которую мы запускаем буквально в сентябре. Программа нацелена на подготовку технологических лидеров, то есть людей, которые, опять же, инноваторы, которые хотят создать собственный бизнес и готовы создать свой собственный стартап. Вот. Поэтому это разные образовательные программы. Анатолий, а вот кластер все-таки это в первую очередь, но считается, что это вот офисные, производственные площадки, научные, у вас это все онлайн. Вот вы как считаете, это не разобщает ли наоборот людей? Все-таки бизнес делается лицом к лицу, и вот пандемия это прям очень живо показала. Вы знаете, конечно, когда я говорю о цифровой платформе, это не означает, что все происходит только в цифровом пространстве, это не так. Конечно, за платформой стоят команды, которые, по сути, руками, допустим, как пример, сервис аренды. У нас на платформе мы собираем достаточно большое количество помещений, опять же, помогая инноваторам найти лабораторию, производственное помещение. Но есть целая команда, которая помогает, по сути, руками, содействуя, консультируя, там, заключение договора и так далее, и так далее. То есть это целая команда, да, или там, отдел кооперационных связей. По сути, мы, опять же, руками, понимая потребности той или иной компании инновационной, помогаем найти технологического партнера. Либо, мы говорим, об инвесторе, да, если там компания заинтересована в привлечении инвестиций. Поэтому это, на самом деле, большая работа, которую никто не видит, да, все видят только фронт, видят платформу, но это далеко не так. Поэтому это гибридный формат, который позволяет, с одной стороны, оцифровывать традиционные форматы взаимодействия, какие-то, да, допустим, как пример, биржи контрактного производства. Почему привожу этот пример? Потому что, ну, допустим, мы сталкиваемся с большим количеством, если говорить о креативных индустриях, да, дизайнеров, которые заинтересованы в заказе своей продукции на каких-то мощностях, поскольку у них нет собственного производства, да, поэтому первый трек, который мы запустили, это легкая промышленность. Как раз мы оцифровываем различных производителей по всей России, сегодня у нас на платформе уже порядка 400 разных предприятий, и это позволяет через платформу использовать этот цифровой инструмент, размещать заказ, находить наиболее конкурентное предложение, и это позволило во многом, опять же, оцифровать вот эти традиционные форматы взаимодействия, во-вторых, сделать доступными, да, опять же, те предприятия, которых никто не знал, это позволяет стать им видимыми, загружать свои мощности, и по сути сегодня я могу сказать, что вот этот сервис стал особенно востребован регионами, то есть большинство сделок там происходит между регионами, региональными компаниями. Это сотни сделок уже в течение последнего года, и опять же, это позволяет, если переходить к талантам, да, и говорить о креативной индустрии, это позволяет таким образом дать толчок развитию креативных индустрий, если говорить, допустим, о дизайнерах, ну, как один из примеров. Этот демографический тренд, увы, он в связи с ковидом захватил и другие возрастные группы, мы все больше и больше переходим к виртуальному общению, и поэтому вопрос, когда мы говорим про городскую среду, надо, на мой взгляд, теперь уже четко разделять, мы говорим про реальную городскую среду или виртуальную. Для факта, существуют базовые потребности в рамках инфраструктуры, и они относятся не просто к комфортным зонам, а во многих больших городах, кроме хороших парков, людей, для того, чтобы они комфортно жили, больше всего интересует реальная безопасность, связанная в текущем моменте со здоровьем и с экологией, то время, которое они тратят на то, чтобы получить доступ к тем местам, которые им привычны, та же самая транспортная инфраструктура. Ну, и, кстати говоря, вы упоминали, да, почему такие низкие опросы с точки зрения системы здравоохранения, почему так низко, москвичи сейчас оценили. На мой взгляд, конечно же, это последствия пандемии, в том числе, и серьезное разочарование в системе здравоохранения, которую сейчас все испытывают. Потому что, если вы помните, в прошлые года, когда проводился urban forum московский, urban health конференции, очень высокая доля была в оценках системы здравоохранения с точки зрения важности москвичей. Сейчас они, горожане понимают, что система здравоохранения им не помогла, ну и, собственно говоря, зачем она нужна, если она не спасает нас от пандемии. Но, возвращаясь к вопросу, меняется запрос к инфраструктуре. Мы в действительности, как бы то ни было, стали меньше с вами ездить и стали меньше проводить времени в местах с высоким скоплением людей. Мы от этого никуда не денемся. И вопрос не только в регулировании, вопрос в личном отношении горожан. И мы, по сути, снизили уровень требований к транспортной доступности, дороги стали свободнее. Серьезно повысили требования к открытым зонам, где можно находиться и заниматься виртуальным общением, виртуальной работой, виртуальным обучением в каких-то городских зонах с открытых и больших пространствах. Ну и серьезно поднялись требования к инфраструктуре связи. То есть мы хотим, чтобы связь была всегда в кармане, всегда рядом, всегда доступна. И плохо работающий Wi-Fi — это просто крест на том месте, в котором вы пришли, в котором вы не хотите больше находиться, потому что не можете нормально общаться. Поэтому, на мой взгляд, создание таких базовых нужд, оно в первую очередь решает проблемы текущего момента. Ну а говоря про примеры и про то, как сейчас современные города и те, кто стремится стать современными городами, серьезно влияют на урбанистику и серьезно закладывают в градостроительные планы, в план развития тот элемент, который позволяет использовать цифровизацию, прежде всего, то, ну, логика очень простая. По сути, цифровизация — это возможность использования локального трудового ресурса для того, чтобы получать выгоды, оборот, выручку, налоги соответствующие региону с глобальных рынков. Очень хороший пример, когда регион развивает локальные компетенции с тем, чтобы играть на глобальном рынке, является Якутск. Вот, собственно говоря, с точки зрения транспортной инфраструктуры, тупиковый регион, да, то есть туда, сквозь Якутск, ничего не едет там, за исключением самого региона, ну, там, относительно ограниченное количество возможностей с точки зрения того, на чем можно делать ВВП региона, и правительство очень серьезно озаботилось несколько лет назад с тем, чтобы привлекать капли, которые как раз занимаются программированием, включая образовательный элемент непосредственно в регионе, и серьезно подняло объем IT-компаний и IT-индустрии, и все это через стартапы, через технопарки. Таким образом, сейчас генерирует заметную часть налоговых поступлений от IT-инфраструктуры. Есть, ну, это вот, как бы, такой хороший подход, связанный с конкретной индустрией, но, тем не менее, цифровизация, она во многих индустриях сейчас идет, и, в том числе, говорят, о цифровом производстве. Можно еще несколько примеров привести, ну, вот Москву мы обсудили с Анатолием. Санкт-Петербург, понятно, да, тоже большой, крупный университетский город, вообще в крупных университетских городах с этим, как правило, все в порядке, потому что снизу, собственно говоря, есть определенный рост и определенные инициативы, которые выдвигают такого рода стартапы вперед, и локальному правительству остается только их подхватывать. Ну, если были сложные примеры, Татарстан, который, кроме, собственно говоря, уже имея университеты со своим проектом «Монополис», это отдельный, по сути, градостроительный пример, создающий новую среду для того, чтобы как раз цифровые инновации растить. Или Владивосток, да, когда тоже была определенная университетская среда, тоже сложный регион с точки зрения доступности, но серьезные были сделаны инвестиции в остров Русский, ДВФУ, который в себя втянул несколько образовательных баз, там же сделан технопарк, который также увеличивает, серьезно поднимает привлекательность региона, и сейчас во многом стягивает в себя значимое количество ценного персонала, который занимается, в том числе, своими технологиями, со всего Дальнего Востока как раз туда, с тем, чтобы выталкивать регион вперед. Ну, и есть, например, регион, который, по сути, он профицитный регион, это хмал, там достаточно денег, и они понимают, что те деньги, которые они сейчас получают с налоговых поступлений, с нефтянки, они рано или поздно заканчиваются, да, и они закладывают сейчас такой креугольный камень с тем, что будет дальше с регионом через 15-20 лет. То есть, сколько в этом поучаствовало, сделана концепция развития, научно-технологического развития региона, и создается отдельный кластер, включающий в себя университетскую часть и концентрацию университетской жизни в одном кампусе, а также в этом кампусе строятся дополнительные технопарки с тем, чтобы стягивать персонал, который позволяет дальнейшим этому региону развиваться уже вне зависимости от энергетической отрасли. При этом сделано очень разумно. В текущем моменте это делается при партнерстве индустриальном со стороны тех компаний, которые в регионе являются значимыми игроками, которые действительно занимаются в области ресурсов, добычей и частичной переработкой. Но те компетенции, которые собираются вокруг их заказов, они во многом цифровые. Де-факто в дальнейшем они могут быть перелицованы на другие индустрии, и тот продукт, который будет генерироваться, он будет востребован. Спасибо возможности работать удаленно, и спасибо тому, что цифровые продукты, собственно говоря, не требуют какого-то тяжелого перемещения, будут востребованы в других индустриях. Так что, на мой взгляд, такой комплексный подход, когда закладывается образовательная подушка, если в регионе ее нет, или развивается текущая образовательная исследовательская подушка на уровне университетов и исследовательских институтов, и сверху достраивается двумя ступенями, это рост инновационных компаний, которые занимаются сфровыми продуктами, при соответствующем спросе со стороны крупных партнеров, это то, что может работать. Говоря о крупных компаниях, Евгений Юрьевич, очень благодаря вам мы тут собрались. Вот вы неоднократно говорили, что сегодня идет битва за льмы, и, собственно, почему Екатеринбург красивый чистый город, и все равно из него происходит отток кадров. Вот в чем вы видите причину, можно ли ее решить? Ну, причины, конечно, понятны, потому что, ну, уже было сказано неоднократно сейчас, что мобильность населения очень выросла, да, и теперь пандемия добавила еще вот этот удаленный формат, и, в общем-то, получается, вот эти два фактора, они как-то, можно жить где хочешь и работать, допустим, на компании, которые находятся далеко, можно переехать в другой город. Ну, и вот, как показали, у нас город находится на границе, он с одной стороны лидер, с другой стороны где-то пансионат, да, еще. Хотя это звучит, конечно, не так плохо, то есть быть пансионатом, наверное, тоже неплохо. Да, 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 политкорректное название, я так понял, ноутсайдера, конечно, не хотелось бы быть. Ну, очевидно, что проблема осознается, она осознается и властями, и нами осознается, мы же крупная IT-компания, мы потребляем большое количество ресурсов, да, нам нужно много разработчиков, айтишников, нужно сильных, нужно лидерство свое все время подтверждать, кадровый дефицит нарастает, значит, это долгоиграющий тренд, мы еще долго будем чувствовать этот дефицит, причем, я так понимаю, что он расползаться будет сейчас не только на сферу разработчиков, на функциональную зону, но и на другие сферы, это мы уже видим. Значит, осознается эта проблема, и что мы делаем, мы делаем уже конкретно, что нужно молодежи, на которую мы ставку делаем, которая приходит и будет определять наше будущее с вами, да, через какие-то годы, значит, им кроме комфортной среды, про которую сейчас уже неоднократно было сказано, им, конечно, нужна самореализация, да, то есть они мир хотят поменять, ну, мы тоже, когда были там молодыми, мы же тоже мир хотели поменять, вот, и ничего не меняется, молодежь именно так настроена, то есть для них это важно, то есть как менять мир, гораздо удобнее, проще, легче это сделать рядом с уже сильными профессионалами, да, то есть ты хочешь быстро прокачаться для того, чтобы быть частью чего-то большого, красивого, да, изменяющего мир, значит, в этом молодежь, она притягивается к каким-то профессионалам, которые уже сильны, которые уже пользуются авторитетом, которые уже что-то делают. У нас компании, они есть, да, мы, естественно, используем это, то есть вот молодежь приходит к нам хорошо, но этого мало, мы хотим, как бы, масштабировать эту историю, вот мы построили себе там офис, который там в мировые рейтинги, там сейчас ходит по качеству офисов, да, айтишных компаний, нам этого мало, мы хотим на другой уровень, мы хотим масштабироваться и используя наши многолетние успешные продуктивные связи с Уральским федеральным университетом, много проектов, которые мы сделали вместе с ними, сейчас ведем какой-то проект ФИИД, который растит именно крутых самых разработчиков, да, то есть мы обеспечиваем вот это направление, решили реализовать проект АКСИД, то есть это акселератор IT-компетенций. Это с одной стороны. С другой стороны, мы запустили уже нашу совершенную историю, мы придумали, это вот IT-кластер Контур Парк, то есть это наша идея, мы хотим его, в общем-то, реализовывать собственными силами, то есть это инфраструктура, да, где будет находиться наше офисное пространство какие-то, да, вот там будет находиться база для акселератора IT-компетенций, но все это будет встроено в парк, ну и мы добавляем еще какие-то досугово-спортивные объекты, вот очень хотим там скалодром мирового уровня построить, потому что среди основателей нашей компании альпинисты скалолазы, и поэтому они хотят реализовать свою мечту построить такой скалодром. И вот кажется, что вот такой конкретный проект, да, вот будет притягивать как раз или задерживать кадры у нас в городе, и как раз синергия между производством, то есть производством программных продуктов, в частности, если про нас говорить, да, и образованием, и это мы видим на собственном опыте, и это подтверждает опыт этишных гигантов мировых, да, потому что они вот рядом с образовательными учреждениями, с высшими какими-то возникали и развивались хорошо. Поэтому мы верим в этот проект, у нас там есть какая-то конкретика, кого мы хотим учить, здесь мы хотим делать ставку на массы, если фииты, то у нас очень ограниченный круг, но самых крутых, здесь мы хотим прокачивать IT-компетенции для большого количества людей, то есть мы хотим около 5000 в год выпускать прокачанных таких специалистов, ну и там дальше можно опускаться уже в образовательные подробности, это и модульное образование, это упорно-практические какие-то вещи, а не теория, да, в общем, использование всех вот новых трендов. Суть не в этом, ну и вообще зачем нам это нужно, да, по большому счету мы же коммерческая компания, зачем мы же неблагодарительностью занимаемся в данном случае. Ну, очевидно, потому что если вот эти люди, которые проходят через вот эти процессы обучения, какая-то часть будет все равно оседать у нас, мы получим квалифицированные кадры, мы можем выбирать из этих кадров, да, очевидно, что ограничить мы не можем, у нас ни рабство, ни шарашки, да, то есть сейчас совершенно свободно люди переходят, но они сознательно могут оставаться здесь, потому что они видят, что и для работы мы создали ту же комфортную среду, они останутся здесь работать, мы сможем выбирать сильных. Понятно, зачем это УРФУ, ВУЗам, потому что они имеют возможность большему количеству людей, скажем так, знаниями обогатить, да, понятно, зачем это город, потому что здесь будет оставаться сильные, профессиональные, образованные люди, которые будут, собственно говоря, город вытягивать из пансионата туда в лидеры все дальше и дальше. Ну и про этот таксид он открыт, и по большому счету мы не замыкаемся, то есть тот, кто разделяет эту концепцию, он может присоединяться и в УЗы, и IT-компании, и не обязательно IT, просто технологические компании. То есть проект этот открыт для других участников. Вот что я хотел сказать. Да, Кирилл что-то хочет еще сказать? Я хотел спросить, на самом деле сталкивался с этим, правда не в цифровой сфере, а в биологической сфере, а далеко ли от города вы планируете контрпарк сделать? Прямо мой вопрос. Это в городе находится, значит, это не в центре, естественно, города, район, широкая речка, вы можете кто-нибудь... Ну то есть это доступ к городской инфраструктуре, к общей воде? Люди не будут себя изолированы в острове чувствовать? Я сейчас объясню, к чему спрашиваю. На самом деле это находится в городе. Генеральный план развития города говорит нам о том, что город будет развиваться именно в ту сторону. На данный момент, конечно, хотелось бы инфраструктуру, особенно транспортную, в этом месте расшить. Но я надеюсь, что город, в общем-то, достаточно быстро у нас развивается. Надо сказать, что городские власти много делают для того, чтобы вот эту комфортную среду создать. Я думаю, что это вопрос времени не очень продолжительного, когда вопрос доступности будет решен. На мой взгляд, это очень важно, потому что всегда очень сложно соблюсти баланс. Я как раз хотел... Вспомнился у меня пример, с которым я столкнулся несколько лет назад. Высокотехнологичная компания с большой научной компонентой. в ской области создает свой собственный науку городок. Ну, это вот реальный пример, это из жизни я там был. В него входит научно-исследовательский институт. В него входит, по сути, постград образования для биологов. В него входит производственный модуль. И замечательный социальный блок. Коттеджи, ресторанчик, свой клуб. Ну, знаете, вот как были в клубы, где люди могут творчеством заниматься, рисовать, петь вместе, проводить совместное время. Я с владельцем разговариваю и говорю... Причем привезли ученых там с мировыми именами, реально. Сложный отрасль или сложный сегмент. Я говорю, ну вот так красиво все, как замечательно живете. Но, к сожалению, ближайший город от них в час плюс езды, в районе полутора часов езды. Делается это на базе... Там рядом были когда-то большие биологические объекты Министерства обороны. Поэтому место прикормленное тоже называется. Он говорит, все хорошо, и люди приезжают, и живут. Но одна проблема. Те, кто неустойчивый, пьют. Потому что, к сожалению, вот эта вся социальная жизнь, да, которая... Это доковидная, правда, история еще. Вся эта социальная жизнь, которая связана с общением, с возможностью изменить круг общения, выйти с другими людьми, как бы пересечься, и сходить в театр. Полтора часа не доездишься, и реально люди, к сожалению, замыкаются в себе, и, несмотря на все наши стриминги, доступность контента в любого цифрового час, живого элемента не хватает. Мне интересно, кстати говоря, сейчас спросить, как у них изменился этот тренд, потому что, увы, мы сейчас все достаточно мало общаемся напрямую социально, но, тем не менее, вот эта вот взаимосвязь очень важна. Ну, и еще один хотел момент сказать, как раз в связи с урбанистикой, тоже с конкретным примером. Сочи. Все, например, прекрасно знают, напоминаю историю, были вложены значимые государственные средства в то, чтобы построить инфраструктуру под Олимпиаду. Замечательные гостиницы, которые могут быть многофункционального назначения, там и большая социальная среда, и планирование хорошее было сделано, и там уж как бы с точки зрения урбанистики и города денег более чем достаточно было закачано. И последние, там, 10 лет уже, наверное, да, мы наблюдаем много попыток правительства края каким-то образом эту среду приспособить и заполнить. То есть, первоначально предлагались идеи сделать, благодаря климатической зоне, из этого здравницу всероссийскую, которой она была. Но это не очень получается, потому что конкурировать на этом рынке достаточно сложно, да, то есть объекты дорогие, капексы дорогие, цены достаточно высокие, турки давят. Во второй части была идея, это очень интересно, на самом деле, причем встречался с этой идеей в нескольких странах даже, это в странах с хорошей климатической зоной, правительство размышляет следующим образом. Слушайте, у нас здесь тепло, айтишники ребята молодые, море, солнце, давайте мы технопарков понастроим, туда айтишников привезем, какая разница им где кодить? Будут, значит, свой код передавать дистанционно, будут сидеть все вместе, вечером купаться в море. Не работает эта история совершенно, во многих странах пробовали, не хватает какого-то элемента. И тоже эта идея, на самом деле, так полностью не была реализована. В конечном итоге, да, ну вот то, что сейчас происходит в значимой зоне, конечно, это комплекс там, что-то ушло на здравницу, что-то ушло на айти, но тем не менее, на мой взгляд, такая интересная и значимая идея, которая близка к тому, чем я занимаюсь, это история с Сириусом, которая, де-факто, государство еще раз вложилось, дала специфические льготы и специфическую поддержку с тем, чтобы начать эту замечательную климатическую зону заполнять высокотехнологическими компаниями и специфическим образовательным кластерам. Вот это вот, наверное, и сработает. Я к чему говорю, что комплексность решения, которая включает в себя и социальную часть, и рабочую часть, и образовательную часть, и, увы, в том случае, когда приходится новый проект реализовывать, наверное, без поддержки какой-то системной, государство не обойтись. Вот это то, что дает эффект. Евгений Юрьевич, а Вы получаете какую-то поддержку от государства? Если нет, то какую бы Вам хотелось, в первую очередь, финансовую, инфраструктурную? Ну, получаем поддержку, нам выделили 17 гектаров под реализацию этого проекта, контур-парк, признан этот проект инвестиционным, соответственно, там, льготные ставки арендные. Прямых вложений от государства, конечно, нет. Мы сами реализовываем. Сейчас у нас в стае как раз проектирование идет, начнем строить. Пока никакой поддержки нету, материальной, но есть поддержка такая, скажем так, на уровне, скажем так, продвижения этого проекта и на федеральном уровне, и на местном. А вот у Вас, как у компании, есть какое-то вообще экономическое подтверждение, что люди в комфортной среде действительно лучше и работают, когда они живут, когда им хорошо, и вот у Вас качественный офис, Вы говорили. Как бы эффект вообще он есть? Вот он окупился? Ну, помимо внутреннего удовлетворения? Ну, конечно, есть подтверждение, потому что мы же вот уже построили в этом районе свой офис, да, то есть построили первую очередь, вот в этом году создали вторую очередь, и мы видим, насколько, собственно говоря, качество производства вырастает, потому что разработчиков мы помещаем в среду, в которой им хорошо, да, то есть это не какие-то арендованные площади, это не какие-то, скажем так, офисы, бизнес-центры стандартные, да, шаблонные. Я не знаю, как это выразить, но в деньгах, да, то есть как можно посчитать четко, как связь, да, то есть вложены вот эти вот деньги в строительство этого здания, и насколько это повлияло там на выручку, таких формул, наверное, они будут такие, немножко умозрительные, но вот на ощущениях, на кончиках пальцев чувствуется, что вот эти вложения, они уже отбиваются и уже отбились. Я сегодня что-то, заходит из меня, извините, пожалуйста, я умешаюсь. У меня подсказка просто, вот то, с чем мы столкнулись, такая подсказка, наверное, загадки. У нас, знаете, Сколково, большущий, там несколько технопарков, большущий кампус, университет. Загадка следующая, куда самая большая очередь стоит из тех, кто живет и работает рядом или в технопарке? Нет, в школу и в детский сад. Вот то, что как бы там, знаете, в Америке очень класс жилья определяется, то есть нейблорхуд называется, то есть соседи какие там, насколько дорогие дома, они не только тем, как построено, или насколько зеленый район, или насколько хороший район. Класс жилья определяется школой. Подсказка с моей стороны, если вы туда включите школу и детский сад, у вас там просто отбоя не будет от тех людей, которые хотят там работать. Большущий магнит, и мы по себе это оценили. Мы начинали этот проект, первая версия подразумевала и школу, и детский сад, потом отказались в силу того, что мы на этой площади все реализовать не сможем, и рядом вокруг жилые районы, в которых и школы, и детские сады строятся. Поэтому, да, первоначально подсказка принимается, но мы этот этап прошли и перешли на следующий. Да, пожалуйста. Можно вопрос к Кириллу. Я из Новосибирска, то есть у нас академия города в Зеломо, вот эта сейчас вся история вступная, точно так же строительство есть на парках, технопарках. И я смотрю, если я правильно понимаю, то государственная программа по строительству инфраструктуры, какой-то, которая была заточена именно под нужды вот этого кластера, ее нет. И в итоге получается, что власти вынуждены жонглировать возможностями в рамках нацпроектов, чтобы данные локации обеспечить этой инфраструктурой. Вот я хотела спросить, как, на ваш взгляд, нужна какая-то программа государственная на федеральном уровне, которая бы обозначала приоритеты? То есть, допустим, городу нужно 20 садиков, но при этом там преференции имеют вот такие зоны, да, или там, где-то обеспеченность инфраструктуры. Ну, наверное, за правительство и за федеральную программу я не могу сказать. Я могу только сказать, исходя из того опыта, который у нас есть в фонде. Если посмотреть на текущий момент соотношение инвестиций, которые в территории инновационного центра сделало государство и частные инвесторы, то соотношение приблизительно 30 к 70, где 70% это частные инвесторы. А 30% это ушли на базовую инфраструктуру, то есть там в поле же было, это дороги, электростанции, собственно, разведение воды и прочих прелестей. Это здание университета и здание большого технопарка, ну, парк технопарков, скажем так, то, что государство традиционно инвестирует. Правда, мы также при поддержке государства сделали первую школу. Но сейчас, когда школ уже не хватает, а также все новые технопарки, все исследовательские центры уже делаются за счет частных инвесторов. И, на мой взгляд, задача в рамках развития такого рода проектов, кампусов, со стороны правительства сделать закладку в базовую инфраструктуру и сделать такие условия работы, чтобы очередь стояла, то, что мы имеем, то, что хотят люди приехать, физически разместиться, жить, работать, построить свой собственный исследовательский центр. И в этом случае постоянно ходить к правительству с вопросами «дайте еще!» не приходится. В действительности у нас проблема в том, что не хватает участков земли под строительство частных объектов, к слову говоря, включая образовательные проекты. Собственно говоря, есть бывший владелец ТМК Комаров, который сейчас, например, начинает проект отдельный по школе и по профессиональному образованию на территории Сколку. Мы подписали соглашение на Питерском международно-экономическом форуме. Поэтому, на мой взгляд, правительство должно обеспечить самую базу и сделать привлекательные условия. Тогда деньги приходят с рынка. Я бы хотела слово дать еще Илье Мурокову, директору по маркетингу ГК «Цифра», который может рассказать про проект по онлайн-практикум цифровое производство. Да, спасибо, коллеги, здравствуйте. Меня слышно? Да, окей, спасибо. Мы вообще занимаемся цифровизацией промышленности и тоже IT-компании, делаем решения для повышения эффективности горной промышленности, химической, нефтегазовой. И поэтому мы там все-таки не совсем про города, но при этом мы там тоже не можем существовать без людей, которые в городах живут, и про промышленные предприятия, которые как-то к городам привязаны. если вот задачу по разработчикам для себя вот мы решили, и у нас там основные команды в Москве, в Питере, смотрел, вот в аутсайдерах у Иванова, как-то мы собрали и в Смоленске, то мы несколько лет назад столкнулись с другой проблемой для себя, то, что на промышленных предприятиях не хватает кадров, которые умеют работать с цифровыми технологиями, и, соответственно, вот то, что там наши IT-шники делают, в общем, как бы этим надо пользоваться, и, причем там на верхнем уровне вроде бы все в порядке, потому что руководители, вот как мы сейчас, там тратят рабочее время по конференциям разъезжают, вот, а кто-то, в общем, в цехах и на предприятиях должен работать с этим, вот, и при этом, ну, там, средний состав, это там люди от 25 до 50 лет, это вот там классические российские и советские еще инженеры с хорошей вот школой, но которые там, что такое искусственный интеллект, это для них там промышленные интернет-вещи, это какие-то такие странные слова, а ждать времени, пока вот подрастут эти ребята, которыми, ну, вот, объективно сейчас во многих городах хорошо занимаются молодежью, вот, а что делать с инженерами, не очень понятно, вот, а нам надо сейчас, и у нас есть проект, называется цифровое производство, это бесплатный онлайн практикум для руководителей инженеров, для горной промышленности и для машиностроительной, и мы его сделали вообще в сообществе с, наверное, там, где-то 35 компаний с нами, мы не замыкались, и у нас там вместе с нами ДАСО Системс, ФАНУ, КАСКОН, делали вместе с Петербургским горным университетом, разрабатывали программу, приглашали консультантов из Курсеры, и, в общем, в итоге выложили сейчас, там, как раз там три недели назад в интернет два практикума, где у нас каждый это примерно по 41-40, другой 50 коротких видеолекций по всей экосистеме цифрового промышленного производства, там короткие ролики, там, как мы говорим, что ты не станешь и ты директором или директором по цифровизации, когда это посмотришь, но, по крайней мере, тебя перестанет это пугать, а если ты и ты директор или, опять-таки, директор по цифровизации, то отправляй своих инженеров туда учиться, и, в общем, и людям будет комфортнее в итоге работать с этими технологиями, ну, и тебе будет проще. Вот, поэтому вот такой у нас есть проект, и вот мы как раз на прошлой неделе еще даже не начинали активное продвижение, порадовались, у нас там уже там первые тысячи зарегистрировавшихся у ГМК, вот, мы там договорились уже там, там, пробный проект, они отправляют пару сотен инженеров к нам учиться, ну, как отправляют учиться, то есть отправляют им ссылки, говорят, ребята, вот, соответственно, то есть, ну, не совсем вроде бы про урбанизацию, про эту тему, про которую мы здесь говорим, но вот тоже исходим из того, что наши вот именно клиенты, они находятся, ну, там, далеко, и вот как в Абакане, чтобы появились люди не молодые, которые там сейчас учатся в университете, а вот так, чтобы без отрыва от производства взрослые инженеры стали разбираться с тем же, о чем же, собственно говоря, ну, вот на таких мероприятиях, как наши, все говорят, то вот такие проекты, как наши, вроде бы, там, как мы верим, будут помогать, в том числе, развивать там промышленно, ну, и, наверное, как-то влиять на городскую, тоже в среду. Спасибо, Илья. И можно отвернуться к теме урбанизации, вот, все-таки, где же строить эти технопарки, кампусы, если на берегу моря айтишников неинтересно, то есть, все-таки, должно восстановить инициативу снизу, получается, вот, я не знаю, Андрей, может быть, к вам вопрос, другие спикеры. Я бы хотел как раз, да, высказаться. Я, конечно, как урбанист, всегда за плотность, за определенную концентрацию, надо путать ее с скучностью, но плотность для любого города всегда плюс, и если мы создаем кампус, мы практически всегда бы пытались посмотреть сначала варианты, а можно ли его разместить так, чтобы он был не просто таким капсульным классным проектом с крутой архитектурой, ну, такой в себе, но все-таки еще создавал какую-то ценность для того комьюнити, который есть вокруг, для того района, и, может быть, вообще приносил что-то новое городу в целом. То есть, если он находится на окраине города, то, возможно, потенциально, как бы в этом случае, наверное, это центр будущего района, мы, в принципе, когда новая территория сваем, у нас большая проблема, там нет рабочих мест, там только жилье, спальный район. Когда есть такой объект, он, по сути, становится его сердцем, и вот он, как бы, добавляет тот микс-юс, то разнообразие. И, наверное, конечно, отсмотреть, какой там генплан вокруг, но, по сути, вот если бы я проектировал, я бы, конечно, чтобы максимально связал эту территорию с тем, что вокруг, и смотрел бы стратегически, как он становится этим сердцем. Но, возможно, во многих случаях такие кампусы стоит размещать, где-то замещая промышленный поезд, у нас много объектов в черте города, которые можно переиспользовать, и даже, может, что-то не строить, а просто модернизировать, и это создает довольно много эффектов для самого города. Во-первых, жители вокруг могут этим пользоваться, во-вторых, резиденты этих технополистов могут пользоваться всей инфраструктурой, всеми теми разнообразными кафе, ресторанами, услугами, которые уже там сформировались, и они все-таки, получается, будучи резидентами, живут прямо в городе, а не на его окраине. То есть, если вы в Академгородке Новосибирске живете, это не Новосибирск. Ну, как бы, это отдельная, такая, очень спокойная, такой, наукоградик, но это не Новосибирск, туда еще, я там учился просто тоже, и, ну, туда надо на маршрутке раньше было ехать, довольно такой неприятный экспириенс. То есть, как бы, да, я как организм, еще раз, за какую-то интеграцию, за поиск максимального эффекта, вот, как раз для того, что уже есть. Вот, если так перефразировать, города, они должны расти вверх или все-таки вширь? Ну, к сожалению, они, как показывают практику, и вверх, и вширь растут, если растут. Ну, то есть, Москва и вширь растет, и вверх одновременно. Хотя, конечно, такой сейчас стандартный подход устойчивого развития, он, конечно, говорит про набирание плотности. Вот, если мы хотим, чтобы город был пешеходный, чтобы там было меньше зависимости от личного автомобиля, он должен быть плотным. Пешеходный город, он плотный, потому что мы должны пешком дойти до множества разных объектов, которые у нас в шаговой доступности, или там велосипедный. Если он не плотный, там просто некуда будет ходить, и это, ну, мы сильно зависим от других там транспортных средств. А вот в КБ Стрелково-Сколково рассматриваются варианты, может быть, такой территории создания помимо Сириуса, ну, по аналогии? Ну, здесь вопрос, кто чья аналогия. На самом деле, там территория Сколково, она, по сути, существует как раз на основании специального федерального закона, и всяческие вещи, связанные там с налоговыми льготами, доступа к общей следственной инфраструктуре, к большому числу технопарков, к той среде, которая формируется вокруг университета. В прошлом году справляли 10 лет, ну, и, наверное, там сейчас с точки зрения такого кампуса из новых, там еще пара городов в России, может, Новосип, например, там может каким-то образом сравниться, но там более длинная история, поэтому университет больше по размерам. Но у нас, как бы, скорее, Сириус повторяет нас, и, собственно говоря, федеральный закон, там мы помогали писать, давали наш федеральный закон, который приблизительно те же льготы и те же бенефиты предоставляет сейчас резидентам Сириуса. Поэтому, да, это так и работает, и, собственно говоря, там, то, что было сделано за последние годы, мы, наоборот, в связи со слишком высоким спросом на то, чтобы находиться на территории, договорились с правительством, и сделали, внесли в закон экстерриториальный компонент, то есть мы теперь поддерживаем компании, которые не только физически на территории находятся, но и по территориям Сириусской Федерации, и такие, бросаем вызов каждому из регионов, договариваясь с каждым из регионов, в том числе Екатеринбург, вот Технопарк Кольцова, об открытии так называемых региональных операторов. Это, по сути, независимые компании, которым мы передаем методологию работы, со стартапами, допускаем собственные СРМ, то есть они видят, собственно говоря, и в том, методологии получается отвердное обеспечение этой методологии, обучаем сотрудников Технопарка, и резиденты в Сколково размещаются теперь по территории Российской Федерации, получая лучшую помощь как раз в региональных операторах. Мы уже пытаемся как бы трансферить вот эти вот наши наработки уже и в другие регионы. Сейчас там более 15, к 20 регионам подходит число таких региональных операторов. Но однозначно такого рода инициативы нужны, правительство это понимает, и инициативы по технологическим долинам, которые в текущем моменте уже реализованы, и дают аналогичные, по сути, ну или там близкие льготы, куда входит и Иннополис в Татарстане. Собственно говоря, есть технологическая долина в Новосибирске. Это то, что нужно, иначе эта среда не будет попитываться снизу новыми разработчиками. Долина МГУ, к слову говоря, да. У нас короткий про Сириус тоже взгляд такой немножко с другой стороны. Что нужно понимать, что все-таки Сириус, он это еще и попытка спасти ту инфраструктуру, которая осталась после Олимпиады, и которая, ну как бы, содержать которую бюджету там в Сочи, ну даже Краснодарск очень сложно. Поэтому это такой, ну как бы способ, окей, мы построили, нам как это эффективно использовать. То есть там очень была очень четкая территориальная предпосылка для появления какой-то вот этой функции, которая... Это очень хорошая идея, правда, потому что, как я и говорил, там с кластером здравоохранения или там с IT-кластером на этой построенной уже базе не получалось. Да, мы сейчас как раз конкурс организовываем в Сириусе, на набережной. Ну, в общем, Остров Русский тоже типичный пример этого, насколько я понимаю. Тоже хороший пример, тоже там долина будет технологическая, но там они начинали с более сложной задачи, как Исколково, к слову говоря. Вот Остров Русский, Исколково, они поднимали всю эту историю, Сириус сейчас пытается повторить, без университета базового вначале. Там в Новосибе, например, история с Академгородком, она чем хороша? Там сильный базовый университет, и не один на территории Академгородка, который дает, ну, прежде всего, кадры, и во вторую часть, как бы там определенный объем IP и проектов, из которых можно дальше врастить бизнес какой-то. В случае Сколково строился Скалтех университет с нуля, просто с пустого места, и создавался университет с нуля. И в случае ДВФУ, ну, не совсем с нуля, но там, как бы, такие большие были инвестиции именно в университет, и сбор, причем к большому неудовольствию других институтов, университетов, которые на территории Владивостока находились, сбор всех этих университетов на острове Русский, для того, чтобы сконцентрировать как раз эту научную мысль, что, можно сказать, правильно, это вот тот шаг, который сначала был на русском сделан. Кирилл упомянул долину МГУ, я бы хотел несколько слов сказать, потому что мы, ну, по сути, проект, это 9 корпусов общей площадью, там, порядка полумиллиона квадратных метров, и первый корпус мы начали строить, то есть он финансируется с правительством Москвы, Моносов, это 65 тысяч квадратных метров, мы планируем ввести его в эксплуатацию уже осенью следующего года, такой междисциплинарный комплекс, но по тем заявкам, которые мы сейчас уже получаем, в основной массе пока это биомет, новые материалы, определенный акцент мы делаем на искусственный интеллект проекта в этой сфере, но в целом там каждый корпус будет такой отраслевой, там космос, энергетика и так далее, поэтому, наверное, такой тоже будет один из знаковых проектов московских, поскольку он мобилизует огромное количество компаний, и, конечно, с таким, опять же, акцентом на вовлечение НГУ, разработок, опять же, там, талантов, которые там есть, и еще вторая долина планируется на базе РХТУ имени Менделеева, все, что связано с химией, опять же, новыми материалами, вот там пока непонятны сроки, но, конечно, проект состоится. А вообще в Москве почти 40 технопарков, вот, по этому показателю, мы там одни из лидеров среди инновационных городов, и могу сказать, что они все переполнены. Спрос колоссальный, что бы тут, хотя аренда там, она коммерческая, она даже выше средней по рынку, и при этом в Москве есть ряд как бы стимулирующих мер, да, которые предоставляются застройщикам, которые заинтересованы в строительстве такого рода объектов, это и разного рода налоговые послабления, это и субсидии операторам технопарков, поэтому мы видим за последнее время, что планируются к воду именно коммерческие технопарки, да, то есть не те, которые финансируются городом, а именно коммерческие проекты. Ну, и Сколково, собственно говоря, часть Москвы, и там факт переполнения, как бы он действительно существует. Впрочем, надо сказать, к чести Москвы, Москва помогает Сколково поддерживать, и здесь два там больших инструмента, ну, на самом деле, Сколковские резиденты, у нас есть налоговое послабление для них, но НДФЛ они платят в полном объеме, и НДФЛ в год собирается, то есть Сколковский резидент, который непосредственно зарегистрирован на территории Москвы, там, 5-6 миллиардов в год получает казна московского НДФЛа. И вот мы там, есть определенная инициатива со стороны как раз правительства Москвы Сергея Семеновича о том, что приблизительно там чуть меньше половины этих налогов возвращаются как раз в виде поддержки инновационного центра, как раз для того, чтобы в том числе в этом году, когда был ковид, была специальная программа по поддержке эксплуатационных платежей технопарк, что позволило дать определенные арендные каникулы и снижение арендной платы для стартапов, которые пострадали в период ковида, которые там не могли ни разработками заниматься, ни деньги привлекать. Так что, работаем вместе, тут как бы никуда не денешься. А вот можно у меня вопрос ко всем участникам? Вот мы просто много говорим про создание городской среды, про кампус. Но все время понять, мы ориентируемся исключительно на молодежь. И вот Кирилл Пай сказал про школы, детсады, вот Илья говорил про средний какой-то возраст. Вот не кажется ли вам, что мы упускаем вот этих вот людей, там, не знаю, немножко 30 плюс, и Андрей? Я как раз тоже, у меня хотелось реплику сказать по поводу и вот вашей программы, которая, в принципе, ориентирована на до обучения, дополнительное образование, что у нас вообще-то демографическая яма в ближайшие 10 лет, и у нас там чуть ли не на 25% снизится. Да, вот возраст будет 45 лет, то есть нам в будущем придется очень, мы стареем, продолжить жизнь растет, и нужно как вот этот человеческий капитал, который постарше, да, как-то тоже думать об этом, как их переучивать в другие профессии, новые, потому что автоматизация и так далее. Все это серьезный вопрос, и я бы хотел тоже задать, интересно, какое видение на вот эту яму вот у наших коллег, как в инновационном секторе будут, какое место отводится вот людям, новым, старшим? Ну, как бы, с инновационного сектора, да, хотя тоже инновационный сектор, у меня нет возражений. Смотрите, на самом деле, это очень такое ложное ощущение, что сколковские стартаперы, все исключительно молодые люди, как правило, поскольку у нас очень высокие требования к научной составляющей всех проектов, это, как правило, смешанные команды, в которых люди есть, и там, как правило, базовые ученые, там, это куда как за 40 человек, и совершенно не является каким-то особенным там молодежными командами, но я, впрочем, напомню, что у нас IT-проектов даже не там не 50% среди резидентов Сколково, а все, что касается материаловедения, сложной инженерии, биологии, там люди-ученые, как бы они не молодежь, не только молодежь. Ну и потом надо сказать все-таки, я не знаю, там, коллеги из Стрелки, там, из МИК, поддержат меня или нет, в целом ведь социальная среда и отношение к возрасту, оно поменялось у нас, у нас сейчас продолжительность жизни настолько длина, что, де-факто, вопрос смены партнеров в течение жизни и рождение детей от нового партнера или на поздних стадиях брака стало абсолютно нормальным процессом у нас. Как раз детские сады и школы, когда мы говорим, что они не нужны людям за 30, это за 40, это ошибка большая, им совершенно точно нужны, как бы они рожают детей, там, третьих, четвертых или первых даже, и в таком возрасте, и поэтому эта инфраструктура все равно востребована будет. Да, ну, в такой формулировке я не согласен, что мы их забыли, да, то есть мы просто в рамках этой дискуссии, я вот упор сделал на более сложные задачи, да, то есть это каким образом удержать и привлечь молодых с их особенностями, да, то есть с их, они немножко иные, да, растут. А понятно, что ставку мы делаем и видим эти процессы демографические, и, конечно же, мы будем привлекать и привлекаем уже людей более старшего возраста, тем более, что они еще, вот эти ценные свойства многие имеют, такой тип, да, хому советикус, да, то есть вот у них еще есть, кто-то, может быть, еще и сам успел получить постсоветское инженерное образование, кто-то, скажем так, уже преподавателей, которые учили в советской школе, там есть определенные ценности, и они на рынке ценятся, эти люди. Поэтому мы про них не забываем, а стараемся у себя держать, просто эта задача более понятная. Недавно услышал цифру, на самом деле, вроде сталкиваюсь со стартапами постоянно, но средний возраст стартапера в России 34 года. Вот, так, к слову, да, чтобы не было там иллюзии, что это там ребята все из университета, это люди, как правило, которые уже как опыт имеют за плечами работы, либо как наемные сотрудники, и идут вот в инновационную сферу. Я бы вот, я услышал от коллег, на самом деле, очень интересно, с точки зрения образовательных вот этих инициатив, мы пошли по пути агрегации разных образовательных программ, там первое соглашение мы с Гитбрэйнс подписали, который входит в группу Mail.ru, и по сути дела, мы пытаемся собрать разный контент образовательный, все, что касается цифровых компетенций, высокотех, такого рода курсов, чтобы люди, там, начинающие, да, там, не знаю, инноваторы, кто угодно, могли просто погрузиться, ну, какую-то базовую получить информацию, да, вообще, что это такое, какие там цифровые профессии, не знаю, и так далее. Поэтому я бы просто предложил бы пользуясь случаем, интегрироваться с нашей платформы, поскольку у нас есть хороший ресурс с точки зрения базы огромной и возможности продвижения вот этих курсов, с удовольствием... Мы его как раз заинтересованы распространительным сниманием, что разговаривали, поэтому мы ищем как раз партнеров, он, скажем, открытая архитектура в нашем параде. Ну, тогда с удовольствием, с удовольствием посадить. Ну, аналогично, очевидно, мы с вами партнеры, так что... Начали заключаться соглашение, да, не отходя от трибун. Может быть, есть вопросы в зале? Пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос Андрея Льваева. И вопрос такой. Урбанистов не очень много, или, может быть, их не очень хорошо слышно, мало кто говорит, что среда это важная, комфортная среда, значит, это то, что нужно сейчас развивать и то, что нужно двигать в массы. И вопрос звучит так. Считаете ли вы, что вообще среди населения, среди людей нужно повышать урбанистическую грамотность? Ну, конечно, нужно. Это совершенно точно. И мы все живем в городах, ну, большинство, и население городов продолжает расти. И любой вот горожанин такой, он должен обладать какой-то грамотностью урбанистической, потому что элементарно, если вы попробуете наладить взаимоотношения с соседями и сделать что-то коллективное на своей придомовой территории, вы через пару шагов станете урбанистом, а еще через пару политиком. Ну, то есть это все сильно взаимосвязано, и чем более, ну, грамотное у нас население, тем проще продвигать какие-то инициативы, которые контринтуитивны. Ну, например, там сокращение, дорожная диета во всех городах, абсолютно в Москве вот удалось как-то сократить, очень сильно сократить, сузить в центре города и ширину проезжей части, и количество парковок очень сильно убрали, и пробок меньше стало внезапно, и жить как-то стало легче. Вот, но это супер непонятная мера, когда-то, я бы в Екатеринбурге, скорее всего, если сейчас сказать, мы сейчас в центре посуждаем все проезжей части, сделаем шире тротуары, но это будет очень в штыки восприниматься, это везде так, и в этом смысле образованность очень сильно помогала. Нужно сказать, что есть блогеры, урбанисты, которые этим занимаются, их, мне кажется, вклад, в принципе, ощутим, и многие вещи, особенно молодежи, они это уже понимают. Есть какие-то такие прям темы, которые, ну, с перегибом, какие-нибудь заборы, все они любят заборы, то есть надо тоже понимать и фильтровать, но тем не менее, какой-то общий уровень образованности в этой сфере, мне кажется, вот растет и движется, в основном, за счет этих популярных блогеров. Можно я еще дополнительный вопрос задам? Вот интересно было слышать, Кирилл, я мыслью высказал, что море не спасает, да, но что хотели там айтишников всех к морю отправить, не помогло. У Екатеринбурга моря нет. Вы достаточно хорошо знаете города, регионы. Может быть, скажете, а что двигать Екатеринбургу, именно продвигать, чтобы кадры к себе еще попутно привлекали? Мне кажется, вот Екатеринбург со стороны, я, честно, не делал никаких проектов в Екатеринбурге, чтобы прям хорошо знать, но вот у меня ощущение, когда ты так вот смотришь на все регионы, например, у многих губераторов есть советники или помощники по урбанистике, там, в Татарстане, в Нижнем Новгороде, в Иваново, вот в том же самом, и там очень много повестки новостной, вот в моей сфере очень много классных проектов, новых таких инфраструктурных, что-то именно получается по инициативе города. Из Екатеринбурга мы все время слышим, скорее, инициативы частных компаний, там вот новый офис, шикарный проект и так далее, а вот в плане благоустройства, там скорее какие-то конфликты всплывают между горожанами и властью, вот, в этом смысле очевидно, что Екатеринбург и по экономике, Екатеринбург, по сути, третья экономика после Москвы и Петербурга, вот, и, то есть у вас хорошо с этим, но как-то вот со средой Екатеринбург еще не запустился, вот прям честно, и Новосибирск не запустился. Вот эти крупные города, которые пока отстают от того же Нижнего, который сейчас вот просто вот за последние скалит, в Нижнем Новгороде проект на проекте, новое что-то классное, крупное, современное, Каньтула, Белгород, вот там это происходит, в Екатеринбурге пока вот нет такого чего-то, куда-то пойти посмотреть. Мне кажется, в принципе, у вас есть огромный потенциал с точки зрения разнообразия, концентрации, и вообще еще, кстати, важное качество Екатеринбурга, если мы с вами с другими городами, чисто пространственно, это очень компактный город изначально, и что сейчас происходит, и мне не очень нравится, что вы очень сильно расползаетесь, вы начали прям сильно вот куда-то на юг, там на запад, это компактно стереть. Но тем не менее, все равно есть центр, у которого нет, например, на Сибирске есть обе, который его сильно режет на две части, там просто, ну вот это дыра. У вас этого нет, у вас очень все компактно, очень близко, и, как я уже говорил, вот эта концентрация, она всегда дает очень классный, позитивный, экономический эффект, обеспеченность инфраструктуры, эффективность инвестиций в эту инфраструктуру, что больше людей, ну, мы одну дорогу сделали, а у нас так много людей могут ей пользоваться, или один парк сделает, у нас так много людей вокруг живут, это более эффективно. Вот. А можно я вот добавлю на свой тилетантский взгляд, я первый раз в Екатеринбурге, но мне очень понравилось, что тут квадратные улицы, не квадратные, как бы, что город построен квадратными, они лучевые, в отличие от многих городов, тут практически невозможно заплутать, и тут широкие тротуары. Но я заметила, что практически очень маленький шеринг, то есть вот есть самокат, но я не видела велосипедов, я не видела каршеринга. И вот вопрос Андрею, насколько это важно, потому что в Москве это такой дал колоссальный скачок, не знаю, в плане развития бизнеса какого-то сопутствующего. И вот, Евгений, вам вопросы по контрпарку, вообще как добраться, то есть есть ли какие-то договоренности по общественному транспорту, и вот по развитию, может быть, каких-то таких проектов, типа Ситибайк там? Да, ну я, наверное, дополню этот ответ, то есть был вопрос там море там в Сочи, я понял, что море нам не выкопать, но надо начать заново по урбанистике у губернатора, и все пойдет дальше. Правильно? Да. Значит, по поводу того, как добираться, значит, ну давайте так, вот я живу от офиса, который вот новый, да, построен, и у нас где-то в 40 километрах, получается, то есть я за городом живу. Если я не в час пик еду, то у меня 30 добираться, то есть я когда жил в одном районе города и добирался до другого, то есть из центра, автовокзала, там до Эльмаша, у меня там меньше часа не выходило. То есть в принципе расположено нормально. Инфраструктура подтягивается. Если до центра, то есть вот второй офис у нас в центре находится, ну в полчаса уложиться тоже можно. Ну то есть в принципе я бы не сказал, что есть сложности какие-то. Вот в момент, когда мы его построили, разработчики, да, там такой хайп подняли, что мы куда, нас куда-то везут, там в Памбасы не будем, мы ни за что, я уволюсь, но не поеду туда. Ну вот, потихонечку, когда они туда заселились и увидели, какая там среда для них создана, то есть вот перестало замечаться вот это вот расстояние. Ну действительно, когда ты мог там пешком за 5 минут дойти, а потом тебе нужно все равно когда-то сесть. Город, ну мы город как-то не прессуем, так чтобы, вот давайте там инфраструктуру подтягивайте, мы просто знаем, что они, задача на этом, это все в планах есть. Мы сделали себе доставку, ну то есть мы заключили договор, и ходят челноки, автобусы довозят. Днем у нас договор с такси. То есть в принципе там между офисами сотрудники могут на такси доехать, это дешево достаточно. То есть не ощущается вот как ключевая вот эта транспортная проблема. Ну и последнее по поводу каршеринга и самокатов, ну не знаю, я их вижу, их много. Наверное, просто ну пусть подтвердите местные жители. Кажется, что нас этого добра тоже уже поймал. Я подтверждаю, вчера ночью ходил в магазин и вот даже ночью и велосипедисты и шеринг люди ездят. Я даже видел что-то похожее на имитацию велодорожки. Ну вот с этим еще надо поработать. Велодорожек мало, вот район Академа, там приятно утром едешь, видишь прям потоки людей, которые едут на велосипедах, на электросамокатах, на всех этих новых модных средств передвижения, которые все новое появляются, прямо в глаз радуются. То есть это не поток железных коробок, в которых мы сидим. Ну единственное, что надо не забывать, что у нас еще климат, то есть полгода зимы, хотя конечно климат тоже в нашу сторону, теперь последние годы уже шутки про малоснежное уральское лето уже не так актуальны, но тем не менее полгода у нас лежит снег. Ну я про снег скажу, я просто как бы вопросы микромобильности очень актуальны сейчас во всем мире, и там есть, например, город Оууу, у которого даже больше, чем полгода снег лежит, и проблема инфраструктуры велосипедной и других средств вот этой микромобильности, она не в том, что холодно, а в том, что ее просто нет. Ну то есть невозможно ехать, если не убран снег, а там в принципе велодорожку фрезеруют, как вот ратрак на горе, и все, спокойно едешь с... Да, 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 и все школьники, все, ну вот Оууу прям, то есть посмотреть, что совершенно зима вообще не помеха при условии нормальной инфраструктуры. И вот актуальность микромобильности, она тоже сейчас... Во-первых, как раз вот у молодого поколения у них есть потребность, чтобы все было пешком, чтобы все было на велосипеде, меньше, позже люди стали сдавать на права, меньше вводят автомобиль, действительно пользуются каршерингом, если нужно, а многие вообще не пользуются. И это такой образ жизни, который вот-вот... Ну то есть если у человека есть выбор, он может его не променять. Другое дело, что в нашем случае наверное можно спокойно, ну и удаленно как-то работать в некоторых случаях и только по необходимости. Конечно, мы совмещаем гибридный, вот сейчас это вообще заходит хорошо, как раз гибридный, не удаленный формат и не в офисный сугубо, именно гибридный, когда люди собираются, чтобы действительно вербально пообщаться, глаза друг к другу посмотреть, потому что, несмотря на все зумы и прочие средства коммуникации, вот эту роскошь человеческого общения все равно не заменить живым ничем. Да, да. Ну и заканчиваю просто мысль про микромобильность, откачанную инфраструктуру улиц, и улица в городе это базовое общественное пространство, то есть самая распространенная, самая фундаментальная основа общественной жизни и вот это вот изменение прориолетов с, скажем так, мы очень долго отдавали улицу на проективные транспортные инженеры, а их учили, ну вот как вот прогонять большой поток пропускной способности. Да, да. Сейчас вдруг стало, если мы хотим улиц для людей, то их надо уже давать не транспортным инженерам, а архитекторам. Архитекторы, вот мы со шведами работаем иногда, как консультантами, например, вот здесь вот проезд, вот если мы закроем, ну давайте смоделируем там потоки, это зачем? Если это ценность, если вы видите, что это создает ценность для людей, просто закрывайте, а потоки они перераспределяют. То есть они уже вот на таком уровне мыслят, и крупные города европейские сейчас вводят не минимальное количество обеспеченных парковочными местами, а максимальное, то есть не больше пяти мест, хоть же больше плате на руку городу, и так далее. То есть происходит такая, с одной стороны, развитие этой самой структуры, повышение комфорта, с другой стороны, такой постепенной демотивации, использованной автомобилем, и при этом удивительно, что те, кому реально это нужно, им становится тоже проще, потому что менее загружены дороги, и они реально могут ездить спокойно, беспрепятственно, без пробок. Спасибо, может еще есть вопросы в зале? Пожалуйста. Я бы хотела еще разомнить Евгения Юрьевича, и ответить на Ваш вопрос с поводу, как нужно добраться до офиса, который в широком речке у нас. Каршеринг и самокаты даже идут навстречу, спасибо, каршеринг, самокаты идут навстречу контуру, и расширяют парковку конкретно до нашего офиса. То есть у нас там такая достаточно интересная логистика, и обычно граница, где можно ставить автомобиль, либо самокат, она заканчивается до Малопрудной, до нашего адреса, до адреса СКБ-контура. Соответственно, идут навстречу, поддерживают, и очень здорово, что разрешают оставить автомобиль и, соответственно, самокат непосредственно возле офиса. И у меня есть еще коротенький вопрос. Он к Кириллу Владимировичу, Анатолию Игоревичу, это Вам скорее. Я вот знаю, Кирилл Владимирович, Вы еще и председатель побечительского совета, в том числе. Расскажите, пожалуйста, как Вы, что Вы делаете для того, чтобы стартапы не уезжали из России, чтобы оставались? Какие у Вас интересные фишки есть? Спасибо. Я задумался, представитель какого побечительского совета. Нескольких, на самом деле. Но ни один к отъезду стартапов не имеет отношения. Смотрите, давайте сначала определимся с лойкой, что означает стартап уехал из России. В некоторой степени мы хотим, чтобы стартап продавал не только в России. Российский рынок относительно небольшой, и даже не с точки зрения населения, а с точки зрения платежеспособного спроса. Мы точно хотим, чтобы стартап продавали в Китае по причине населения. Мы точно хотим, чтобы стартап продавали в США по причине платежеспособного спроса. Поэтому, когда стартап для того, чтобы продать свой продукт или привлечь инвестиции, доработать продукт и продать его где-то за рубежом, Это один из наших ключевых показателей. Мы должны им помогать наши продукты экспортировать из страны. Вот это как раз высокотехнологический экспорт. То, что мы не хотим сделать, и то, чего мы не допускаем и стимулируем, чтобы этого не происходило, это вопросы того, что базовый IP все-таки должен оставаться в стране, и базовый IP должен являться точкой прибыли. И второе, мы категорически заинтересованы в том, чтобы разработка тоже по максимуму осталась в стране. И тоже мы это делаем. Если в первом случае применяется методика икнутая пряника, то есть есть определенные ограничения, которые мы вводим стартапам, особенно если они получили государственное финансирование для того, чтобы IP не выводился, то в первом случае, честно говоря, Российская Федерация, особенно в некоторых областях, она просто является хорошей зоной, где, я не имею в виду только территорию Сколкова, в целом Российской Федерации, где выгодно заниматься разработкой там. Есть масса примеров, которые стартапами уже международной представленность, там, в 23 странах, например, есть компания, которая у нас предоставляет софтверные решения для нефтедобычи в 23 странах, или там группа IB, например, у них там офисы в 5 странах. При этом базовая разработка, она все равно находится в Российской Федерации, потому что хорошие кодеры, хорошие проектные менеджеры в IT, хорошие математики, хорошие дата-сайентисты, хорошие химики, хорошие биологи, и, честно говоря, за разумные деньги. То есть мы, плюс, ну, все-таки культурные коды, они разные в разных странах, и для того, чтобы быстро и эффективно разрабатывать, нужно находиться в общекультурной среде, иначе коммуникации с командой нарушаются, это очень сложно делать. Если отдается что-то на аутсорс, то, как правило, отдается блоком целым, да, чтобы целый блок программы где-то внутри варился, и только потом его проверяет в своей компании. Мы свои две задачи вот эти решаем по IP и по командам. У меня был вопрос, Россия у нас страна большая, да, и вот снег — это одна история, особенно для Урала и Сибири, а вторая история, что, допустим, центральная Россия, она достаточно мобильная. Там и на пром, Сочи, там час лететь, да, допустим, из того же самого Новосибирска слетать в Сочи — это шесть часов. И получается, что часть наших вот этих кластеров и Владивосток, и Новосибирск, они оторваны от той жизни общественной, которая бьет ключом, опять-таки, в основном в центральной части России, да, количество мероприятий. Как вы считаете, вот эту ситуацию можно как-то нивелировать, так скажем, вот эту транспортную историю сбросанности? Кто хочет ответить? Ну, я так просто скажу, что, во-первых, сейчас действительно развивается онлайн-формат принять участие во всяких разных мероприятиях, и можно в этом смысле участвовать и по всему миру, да. А другое, ну, да, шесть часов, но тоже, в принципе, из Новосибирска в Москву у меня многие знакомые летают очень часто. Ну, то есть не вижу прям супер большой проблемы. И в целом, кстати, Новосибирск еще везет, он все-таки окружен каким-то количеством крупных городов, в отличие, там, от Красноярска или Омска, где уже их меньше намного. Вот, но какое-то принципиальное решение, ну, пока что, наверное, я не вижу. Я бы дополнил, на самом деле, ведь вопрос не в протяженности страны. Большая страна, много часовых поясов, но это не единственная большая страна. Соединенные Штаты достаточно большая страна. Китай не маленькая страна, географически даже. Вопрос высококонцентрации капитала и высококонцентрации кадров хороших в определенных зонах страны. Это проблема. Ну, здесь вопрос, на самом деле, системного решения и изменения столь высокой концентрации финансовой и кадровой в Центральной России, только это примет решение, то есть изменит ситуацию. Потихонечку это происходит все-таки. Ну, посмотрите, там, да, действительно, там даже, если посмотреть Екатеринбург, там, я вспоминаю, постсоветские времена и сейчас, это значимый более высокий центр концентрации кадров и капитала, и это развивается. Новосибирск то же самое. То есть постепенно акцент там с Москвы и с Центрального федерального округа смещается, и слава тебе, Господи. С точки зрения перелетов, ну, так весь мир живет нормально, и слава Богу, мы все-таки там в глобальном мире, и не только в виртуальном, но и физическом, начнем жить там следующий год-два, так или иначе мы все-таки иммунитет выработаем к этой заразе. Поэтому будем летать не только по России, это совершенно нормальная ситуация. Коллеги, нам пора заканчивать, но давайте последние вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Лиса Пичугина, я представляю НГС, тоже Новосибирск. Я тут уже спрашивали про то, как удержать стартап в стране, а я хочу спросить, как удержать стартап в регионе. Потому что вот у нас есть новосибирский технопарк, который, скажем прямо, на уровне федерации не самый конкурентоспособный, как кажется сейчас. Есть относительно новый биотехнопарк, который тоже, кажется, работает не на полную мощность. Вот как привлекать и сохранять стартап именно в регионах, чтобы это были сильные налогоплательщики? Вопрос ко мне? Ну, я думаю, ко всем тоже, да. Знаете, почему Москва привлекательна? Не, уж извините меня, Анатолий, не только потому, что там рекордное количество технопарков, там и кроме федеральных мер поддержки, есть там меры поддержки правительства Москвы. Москва привлекает стартапы рынком сбыта. Это вопрос тоже самой финансовой концентрации и точки принятия решений, и уж извините, там, структуры российской экономики, которая имеет высококонцентрированный характер с большим государственным участием. Люди зачастую разработку оставляют в Новосибе, или, по крайней мере, на первое время, или в Томске, вот я знаю, там несколько прекрасных стартапов, или в Якутии. А в Москве открывают для начала офис, который начинает продавать. Потом, когда продажи растут, надо бэк-офис открыть поближе к офису продаж, чтобы быстрее вопросы решить. Открывают, бэк-хэнд туда переносит. И потом каким-то образом часть разработки. Но поскольку в Москве кадры дороже, то значимая часть разработки базовой все равно там остается в регионах, не уезжает. Не знаю, Евгений, в Москву не собираетесь переезжать? Нет, не собираемся. Мы не то, что собираемся, уже собрались и выровняли зарплаты с московскими. Потому что 20-й год показал, что разница ушла. Если раньше была, до 20-го года эта разница была. Сейчас, пожалуй, нет. Я думаю, Новосибирск это тоже касается. Я уже, извините, спрошу еще вопрос. А если посмотреть микс продаж, то там понятно же, что вы же по федерации, по всей продаете. Московский же продажный офис есть у вас? Конечно, и очень большой. Я совершенно поддерживаю этот тезис, что если хочешь продавать, то продавать нужно в Москве. Это касается стартапов и таких больших компаний, как наша. И мы реально, когда завоевывали Россию, то пока мы не завоевывали Москву, мы не могли себе называться компанией федерального уровня. Потому что действительно там очень большой рынок сбыта. Но вот если наш бизнес брать, то наши клиенты это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Любого профиля. Коллеги, наверное, и все. Спасибо вам большое. Мы помимо цифровых производств затронули огромную корруктивность, свои зарплаты, транспорт, демографическую яму. Поэтому, наверное, пора заканчивать. Спасибо еще раз больше всем стартапов, успешных и важных. И чтобы, конечно, все кампусы и технопарки не превратились в гетто. Удачи, до свидания. Спасибо.